Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Марка Солонина, у нас техникум, и мы продолжаем обсуждать полную удивительного драматизма историю создания и разработки плутониевой ядерной бомбы. Напомню, на чём остановились в прошлом нашем разговоре. Разговор был о том, что летом 1944 года американцы окончательно убедились в том, что сделать с использованием плутония бомбу пушечного типа там, где переход через окритическое состояние производится пушечным сближением разгона ствола орудия двух кусков будущего делящегося материала, невозможно, потому как плутоний, в отличие от урана, неизбежно содержит в себе примесь изотопа 240-го, который даёт мощнейший нейтронный фон, и из-за предетонации сблизить их не удастся никогда. Пришлось идти по совершенно другому пути, пришлось решать задачу ударного взрывного обжатия пустотелого шара. Мы остановились на том, что после огромных усилий размышлений, расчётов, экспериментов был наконец-то найден некий способ, которым это можно сделать. Осталось только этот способ реализовать и превратить из картинки в реальную работающую конструкцию. А что сделать? Ну, сделать надо очень простые вещи. Ну, во-первых, надо сделать эту самую медленную взрывчатку. Никому в голову не приходило делать медленные взрывчатки. Все думали только о том, как бы сделать как можно более быструю. Ну, ладно. Дальше надо перемешать. Надо всего лишь перемешать, чтобы вот в каждой милеточке этой линзы был точно такой же состав, как в соседней точке. Чтобы не было ни одного воздушного пупырышка, пузыречка. Чтобы была идеальная, никогда никем не достигавшаяся, никогда никому не нужная равномерность, однородность материала. Потом эти линзы надо притереть друг другу, чтобы не было ни малейшего зазоринки, ни малейшего щели, в которые вылетят раскаленные горючие газы. Вы не поверите, это делалось из... Ну, не знаю, клейкой ленты, да, клейкой ленты заклеивали внешние щели. А надо получить... После того, как мы все это дело собрали, надо еще это дело как-то инициировать. То есть нужен детонатор. Ну, простая, понятная вещь детонатор. Ну, сколько люди друг друга убивают при помощи взрывчатки. Ну, в каждом снаряде есть детонатор. Никому же в голову не приходило делать детонаторы с микросекундной точностью. Ну, попал снаряд вражеский окоп. Ну, взорвется он на одну микросекунду, миллионную часть секунды раньше или на две микросекунды позже. Кого это интересовало? А здесь согласование в несколько микросекунд. Все. Все. У нас нету симметрии. Мы вместо того, чтобы обжать шарик, получим каля-маля. Что это такое? Как вообще может выглядеть детонатор с микросекундной точностью? А потом для детонатора надо еще как-то, ну, провести в действие какой-то должен быть электрозапал микросекундный, наносекундной точностью. Что это такое? Как это все может быть? Короче говоря, вал проблем катился и увеличился. И, вероятно, именно эта гигантская сложность и тормозила. Но когда дело дошло, еще раз повторяю, до весны 1944 года и стало понятно, что пушечная схема с Плутонием не проходит, то раздался удар невидимого, фигурально говоря, колокола. И все силы, все силы, вся интеллектуальная мощь Манхэттенского проекта была брошена на то, чтобы как-то решить эту проблему. А тут на арене истории появляется уроженец города Киева Георгий, по-американски Джордж Кистяковский. Георгий Богданович Кистяковский, ровесник века, родился, как я уже сказал, в Киеве в 1900 году в семье очень известного правоведа, профессора юриспруденции Киевского университета. Ну, правда, жил он в Киеве недолго. Богдана Кистяковского пригласили в Московский университет. Мальчика увезли туда, в школу, гимназию, конечно, начал и закончил в Москве. Потом 17-й год, крушение империи в Киеве. Начинают формироваться различные украинские государства. Богдан Кистяковский приезжает в Киев, становится одним из основателей, а первой Украинской академии наук, гражданской войны. Он безвременно умирает в 1920 году. Георгий, молодой, 17-18-летний юноша, вступает в Белую армию, воюет, отступает до Крыма. Ну, ему посчастливилось из Крыма попасть дальше в Стамбул, дальше в Европу, в Берлине, в Германию учится, становится химиком. Его приглашают в Америку, и к началу 40-х годов, вероятно, Георгий Кистяковский был крупнейшим взрывотехником, химиком, взрывчатых веществ в мире. Идеи из него фонтанировали, чего только он не сделал в своей творческой жизни. В частности, Георгий Кистяковский для китайских партизан. Китай воевал против Японии, Америка поддерживала. Третье место по Ленд-Лизу после Великобритании и Советского Союза имел Китай. Америка поставляла туда самые разнообразные вооружения, а вот Георгий Кистяковский разработал съедобную взрывчатку. То есть, идет себе босой китайский крестьянин, а у него на спине мешок с мукой. Останавливают его японцы. Мука. Можно попробовать? Можно хлеб спечь. В печке ему ничего не будет. Но это взрывчатка. Но это взрывчатка. Вот так вот можно сделать. Кистяковский появился в проекте в конце... Ну, точнее, он был консультантом. Потом в 1944 году его туда же пригласили официально. Ну, все они там были люди с непростым характером. С Нидермейром они характерами не сошлись. Два медведя в одной берлоге не помещаются. Кистяковский написал докладную записку Аппенгеймеру. Или я, или он. Ну, выбор был понятен. Однако, подчеркиваю, Кистяковский во всех последующих интервью, которые он раздал за свою длительную жизнь, подчеркивал, что автором идеи имплодии был Нидермейр. Я приехал только немножко довести дело до ума. И загрохотало. И загрохотало. Кистяковский, используя свой гигантский опыт, быстро понял, как можно сделать медленную взрывчатку. Так называемый боротол. То есть, тротил к нему добавили нитрит бора и почему-то нафталин. Не мне понятно, почему нафталин. Получилась медленная взрывчатка с большой разницей в скоростях по отношению к гексогену, что и было надо. Ну, вообще, цифры, которые я встречал в литературе, невероятные. Я многократно встречал цифры по тому, что было взорвано 20 тысяч. Тач, этих самых линз. То есть, ну, я не понимаю, может быть, опечатка, но я это видел в статье, подписанной двумя авторами из ДНИИТЭХа. Ну, то есть, бывшего АзамА-16. Грохотало безостановочно. Кононада, как на Курской битве. Ничего не получается. Ничего не получается. Взрыв. Дым рассеялся. И вместо круглого, аккуратного шарика, наделался какой-то инертный материал, мы видим что-то размазанное, скрученное, перекрученное. Ничего не помогает. Нету нормальных детонаторов. Тут на арене истории появляется вот этот вот молодой и красивый. Луис Вальтер Альварес. Луис Вальтер Альварес. Американский физик-экспериментатор. Когда ему вручали премию имени Энрики Фермиева, назвали лучшим физиком-экспериментатором 20 века. Что он успел сделать своим 33 годам, это вообще уму непостижимо. К 33 годам молодой парнишка. Успел получить в первый раз, впервые в мире получить третий. Успел измерить магнитный момент нейтрона. А затем он работал в Массачусетском институте, технологическом институте, на крупнейшей технической власти Соединенных Штатов, где работал над радиолокацией, где был автором первых американских радиолокаторов, где разработал совершенно потрясающие вещи. Вот, например, облучает американский локатор с американского самолета немецкую подводную лодку. И видят немцы по своему прибору, что сигнал слабеет, 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 ну, значит, вражеский самолет улетает. А он подлетает. Вот такая была сделана хитрая модуляция, что после того, как локатор начал поймать цель, и идет уже отраженный сигнал, мощность излучения непрерывно снижалась, имитируя ситуацию отхода самолета-разведчика от подводной лодки. Это все мальчишка сделал 33 года. После чего он еще успел проработать в команде Энрико Ферми, где делался первый в мире урановый реактор, ядерный реактор. Ну, после этого, с таким бэкграундом в 33 года, его пригласили в Масацу, этот самый проект, где он за несколько месяцев сделал детонаторы, которые срабатывали с разбросом в полмикросекунды. Была предложена принципиально новая схема детонаторов, но все до этого электродетонаторы – это что такое? Это лампочка. Это лампочка, которая светит под потолком, только без стекла и без вакуума. Спиралька, спиралька нагревается, и поджигает какой-то дальше химический состав. Разумеется, никаких микросекунд на этом деле быть не может. Поэтому Альварис понял, что должен быть совершенно другой способ инициации, взрывной. Ну, практически та же самая, ну, не спиралька, а проволочка, только эта проволочка от очень мощного импульса тока, сотни киломампер, взрывается, и ударная волна вот стремительно расширяющихся продуктов, испарившейся проволочки, бьет по азиду свинца, или какому-то легко детонирующему химическому веществу. Это дело было сделано. Это дело было испытано в бесконечном количестве штук. Опять же, понимаете, что такое детонатор? Детонатор взрывается один раз. Детонатор нельзя проверить перед применением. Как я говорил в прошлой передаче, вы покупаете туфли, вы их меряете. Вы покупаете лампочку, это копеечную лампочку, она стоит дешевле, чем билетик в автобусе или в метро, однако же, продавец вам эту лампочку включает. А вот детонатор, от которого зависит, сработает или не сработает, атом наружу, проверить перед применением нельзя. Единственный способ быть уверенным или хоть как-то надеяться на то, что оно сработает, это довести технологию, автоматизированную технологию изготовления до такого совершенства, чтобы взорвать их десятками тысяч и убедиться, что вот все они, вот этих десятках тысяч, срабатывают в полмикросекундах. Короче говоря, огромным трудом, огромными усилиями, огромного коллектива, сделали детонаторы. Замечательно, как эти детонаторы привести в действие? Вот откуда взять этот импульс киломперный? Нужен конденсатор размером с ведро. А как этот конденсатор разрядить одновременно на несколько десятков детонаторов? А нужно некое устройство, разрядник, весом оно вышло 180 килограмм, и все это набегает, 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 и все это должно сработать. И если хотя бы один детонатор из десятка не сработает, у нас не будет никакой симметрии. Видите на картинке, это макет, он сделан уже, у нас в разомасе 16, уже сделан вот такой вот макет, этого устройства. Видите, бесконечное количество проводов. На каждый детонатор по два электровзревателя, каждому из них провод, а что такие длинные провода мотаются? А потому что даже длина провода в этом случае уже играет роль, если нам надо ловить микросекунды, поэтому провода все должны быть одинаковой длины. Где-то они в натяжку, где-то они мотаются. И вот эти тысячи взрывов, и на календаре у нас уже осень 44-го года, грохот, как на Курской битве, ничего не получается. Обеспечить симметричное сжатие не получается никак. И вот, в августе 44-го года в этот огромный коллектив уже приехали англичане, упомянутые нами ранее Пейлс, автор знаменитых меморандумом Пейлса, которые впервые описали возможность создания атомной бомбы, там уже работали десятки людей, там уже от нобелевских лауреатов нельзя было протолкнуться. Вот в этот вот коллектив в августе 44-го года приходит парнишка, 28 лет, зовут его Роберт Кристи. Пару слов о удивительной биографии этого молодого человека. Папа его звали Моисей Коэн. Коэн – это в еврейской, иудейской, иудаистской, религиозной традиции, это серьезная фамилия, это считается, что все Коэны, Коэны, ну, по-русски бы это написалось Коган, это потомки тех, кто служил священниками, жрецами в храме, там уйма всяких ограничений, там Коэн не может прикасаться к мертвому телу, не может участвовать в похоронах, он не может жениться на разведенной женщине, и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, уйма ограничений, правда, никаких привилегий. И вот, отец Роберта, Моисей Коэн, решил, что он не хочет быть с Коэном, он меняет фамилию, меняет ее на фамилию Кристи. Обратите внимание, Кристи – христианин. Через месяц после этого его убивают электрическим током, мальчику было два года, мальчик остается без отца. Через восемь лет заболела, умерла мама, мальчик становится сиротой. Да, он канадец, все это происходит в Канаде. Ну, умереть с голоду не дали, конечно, родственник его забрали, выучился он на медные деньги, очень интересовался наукой, физикой, приехал учиться в Америку, попал к Копенгеймеру. Копенгеймер оценил, с кем он имеет дело. Однако, после двух семестров, молодой Кристи пришел, сказал, кушать хочется, но я не могу, у меня нет денег, я не могу учиться, мне надо работать, зарабатывать на еду. Копенгеймер ему организовал место младшего научного сотрудника в Иллинойском университете, мальчишки уже тогда платили 200 долларов в месяц. Это на нынешний день где-то 6-7 тысяч долларов в месяц. Потом его, естественно, забрал к себе ферми, в группу, которая делала реактор, и, наконец, в августе, 44-го года, молодой человек пропадает в Лос-Аламос, и вот в эту самую гуще ученых грохот стоит, взрывы грохочут, электронно-вычислительные машины скрежещие шестеренками, лучший математик мира столетия Джон фон Неймон пытается обсчитать, что там происходит, вот в этих вот взрывных полях, и ничего у них не получается. Вот, молодой человек предлагает, вносит идею, после которой на следующие, там сколько, 70 лет вперед эта конструкция теперь так и называется. Так и называется. Ядро кристи, конфигурация кристи, дизайн кристи и так далее. А что же этот молодой мальчик сказал? Молодой ученый, извиняюсь, молодой ученый. Он сказал очень простую вещь, полезную, каждому из нас ее надо как-то просто принять на вооружение. Если проблема не решается, значит, надо начать решать другую проблему. Сказал молодой человек. Старшие товарищи прислушались, наверное, в этом что-то есть. Но не только это. Кристи предложил решение, предложил ту другую проблему, которую надо решать. Если обеспечить симметричное обжатие пустотелого, тонкостенного шара не удается, то надо отложить эту задачу в долгий ящик. В те сроки, которые нам ставит война, мы ее не решим. И надо решать другую задачу. Давайте сожмем сплошной сплошной шар металла. Сплошной шар плутония. Сожмем. Ребята, это совсем не то, что деформируем. Это другая задача. Это не та задача, когда мы берем вот круглый комок теста, кидаем его и скалкой тук-тук-тук раскатали, он превратился в блинчик. Нам не понравилось, мы его опять смяли. Мы деформируем его по-всякому, но мы не меняем объем. Кристи сказал, давайте сожмем металл. Давайте возьмем пол-литра металла, но пол-литра плутония, это как раз есть то, что нужно было. Это самое там 8-9 килограмм предполагаемой критической массы. Вот давайте возьмем пол-литра металла и превратим их в четвертинку, условно, конечно, говорю, металла. То есть вдавим атомы в атомы, сломаем, сломаем кристаллическую решетку, сблизим атомы кристаллической решетки. Строго говоря, получим другое вещество. Мы меняем плотность вещества, мы вмешиваемся в природу. Такого никогда люди не делали. Даже вода, масло в обычных технических инженерных задачах считается не сжимаемым материалом. Вся гидротехника, начиная от водопровода, окончая гидроцилиндами, все основаны на предположении, что объемы не меняются. А здесь была поставлена задача сжать металл. Ну, благо, вокруг были квалифицированные люди, квалифицированные люди посчитали, получили, ну, надо всего-то 1 миллион атмосфер. 1 миллион атмосфер надо создать в каждой точке поверхности сплошного металлического шара, чтобы его диаметр осел примерно на 20%. Этого уже по расчетам, ну, там же радиусы входят в кубе, достаточно, чтобы повысить плотность материала до нужной величины, уменьшить площадь поверхности, через которую улетают нейтроны, то есть перевести докритический шарик в закритический шарик. Ну, что такое 1 миллион атмосфер? Старый добрый тротил создает 189 тысяч атмосфер во фронте ударной волны, гексоген, октоген почти 400, нам надо миллион, но до миллиона не так и далеко, потому что у нас же сходящаяся волна, внутренний диаметр вот этой вот сферы взрывчатки меньше, чем внешний, за счет этого происходит кумуляция, то есть получить, ну, в общем-то, получить миллион можно, в общем и целом, но задача меняется, нам уже не нужна такая высочайшая степень асимметрии, обжатия симметрии взрыва, в одном из англоязычных источников я видел цифру 5%, но 5% это уже достаточно, большой разброс, допустимый, но зато нужно чудовищное давление, и самое главное, мы не понимаем, а что там будет происходить, но не делали такого люди, никогда не сжимали металлы, металлы деформировали, мяли, гнули, ковали, штамповали, прессовали, но никогда не пытались уменьшить объем, металлы вдавив атомы друг в друга в кристаллической решетке, что там будет происходить внутри, как это увидеть, как это проверить, как это оценить, тут на арене истории появляется Бруно Росси, выраженец красивого города Венеция, красивого города Венеция, физик итальянский, еврейского происхождения, также в 38-м году покинувший Италию, также оказавшийся, естественно, в Соединенных Штатах, свою длинную, очень длинную творческую жизнь он посвятил изучению всякого рода космических лучей, стал потом создателем рентгеновской астрономии, разрабатывал ионизационные камеры, методы, инструменты измерения очень коротких временных интервалов и так далее, был ему на тот момент 39 лет, тоже достаточно молодой человек, и вот Бруно Росси и предложил сделать штуковину, которую сейчас вы видите на экране, мне ужасно понравилась эта фотография, смотрите на нее внимательно, это зима 44-45 года, наверное, уже 45-й год, снежочек, там, сарай какой-то, да, вот так вот люди работают, это люди атомную бомбу делают, так делают атомную бомбу, эта фотография, по-моему, должна висеть в вестибюле каждого научно-исследовательского учреждения, чтобы люди видели, как надо работать, когда хотят получить результат, значит, болтовник делу, что предложил Бруно Росси, поскольку сплошной шарик, сплошной монолитный шарик из плутония, который мы собираемся обжать, внутри все равно имеет маленькую полость, туда же надо волшебную вишенку поместить, вот в эту полость, но пока вишенки еще нет, давайте мы туда положим кусочек радиоактивного лантана, вещество, которое испускает гамма-лучи, и зачем, в момент обжатия, когда плотность металла начнет расти, когда у нас начнет формироваться новый материал, новое вещество, строго-то говорят, когда плотность начнет расти, то, соответственно, поток гамма-лучей, который через вот этот вот металл выходит наружу, начнет меняться. Это можно померить. Это можно померить. Он умел делать инициационные камеры, которые фиксировали этот пролет, осциллографы, которые это делали, опять же, в одном из англоязычных источников, я прочитал цифру, которая у меня в голове не укладывается, но сказано так, 10 наносекунд. Брунер-Руси делал оборудование, которое позволяло, приборы, которое позволяло измерять в 1944-1945 году, позволяло измерять временные интервалы в 10 наносекунд. Там дело дошло до того, что провода, которые соединяли эти осциллографы с этими изоляционными камерами, были проводами переменного сечения, то есть даже скорость движения электронов по проводу уже имела значение, и вот это все люди придумали, это люди сделали, это люди сделали за несколько месяцев, и начали измерять, измерять, мерить, время считать в десятках, сотнях наносекунд, что происходит внутри обжимаемого страшным давлением в миллион атмосфер куска металлического плутония, представьте себе, и многое стало видно, и как пишут умные люди, это уже далеко за пределами моей квалификации, что именно вот этот прибор Брунер-Руси, вот эта возможность наблюдать деформацию, скоростную деформацию уплотнения материала, позволила наконец-то отработать и конструкцию фокусирующих линз, и понять, какие нужны допуски по времени срабатывания детонатов, все это дело отработать, а у нас уже снег растаял, у нас уже апрель 45-го года, и наконец-то, и наконец-то, только в апреле 45-го года, Кистяковский, его команда, которая все это дело взрывала, смогла доложить Оппенгеймеру, что мы готовы, мы готовы, у нас после взрыва на земле остается кругленький, гладенький, сферический образец, визите плутоневый шар, начнем взрывать. А где же вторая добрая фея? И где обещанная мною в начале нашего рассказа дверь, которая висит на одном гвозде? Вот она перед вами на экране. Вот это добрая фея. Сирилл Смит, английский металлург, родился в городе Бирмингеме, очень любил физику, хотел поступить в университет, но математики не набрал баллов. Сказали парень, физика с тебя не получится, иди-ка ты в металлурге. Выучился он инженером металлурга, работал в Англии, переехал в Соединенные Штаты, там проработал больше 10 лет в фирме, которая производила в компании огромная, которая производила самые разнообразные медные сплавы, ну, медные сплавы это латунь, бронза, это, пожалуй, то, чего человечество начинало свой век металлов. И был на тот момент очень большим специалистом в этом деле. И вот когда уже дело подошло до того, что, ну, надо уже, вот уже плутоний уже, комплекс работает, оружейный плутоний уже идет сотнями грамм, уже сотнями грамм, ну, все, надо делать этот шарик в конце-то концов. И Сирил Смит, как металлург, был приглашен для того, чтобы отработать технологию работы, изготовления нового металла, никто с ним никогда дела не имел. И вот начал этот самый почтенный джентльмен, Сирил Смит, работать с металлическим плутонием и увидел нечто совершенно невероятное. Сейчас оно будет перед вами на экране, вы опять же не пугайтесь, тут все просто, тут все очень просто и понятно. Объясняю. Плутоний оказался материалом, металлом с достаточно, да, низкой температурой плавления, то, что видите, там везде градусы Кельвина, то есть надо отнимать минус 273, чтобы получить привычные градусы Цельсия, он там где-то меньше, сейчас точно не помню, чуть менее 700 градусов Цельсия уже плавится, то есть превращается в жидкость. Жидкость. И вот представьте себе, что этот жидкий, расплавившийся плутоний, мы залили в чашку какую-то, там, емкость, укутали ее, чтобы она медленно остывала, и вот этот вот расплавленный, превращенный в жидкое состояние плутоний у нас начинает медленно, тихонечко остывать, а мы всякими хитрыми приборами смотрим, что же там внутри него происходит. Вот этот самый график, смотреть надо на него, представьте себе, справа налево от высоких температур к низким температур, потому что так было понятно. Вот он от температуры своего плавления, там чуть меньше 700 градусов Цельсия, остывает, остывает до обычной комнатной температуры плюс 20 градусов. и что с ним происходит? И он, как видите, скачками в довольно большом диапазоне меняет свою плотность. У него меняется кристаллическая решетка, это называются лотропные переходы, лотропные изменения, это не новость, это и железо такое есть, всякий инженер, который хоть немножко учился в институте должен помнить слова аустенит, перлит, феррит. Отличие плутония в том, что у него аж их шесть аллотропных состояния, шесть разных видов кристаллической решетки, но самое главное огромное изменение плотности. График это сделал очень красиво и правильно, это не плотность, по вертикальной шкале не плотность, а величина обратная плотность и назовем ее пухлость или пушистость. Вы понимаете, бывает хорошая испеченная булочка, вся такая пушистая, внутри нее много-много воздушных пузырьков, ее можно руками сминать. Бывает плохой испорченный хлеб, который просто как кусок резины какой-то мокрый лежит. Это плотный, значит, будем называть хлеб, и бывает пух-пух, пушистый, пушистый хлеб. Так вот, когда металл плутоний начинает медленно остывать, у него шесть раз меняется кристаллическая решетка, то есть расположение атомов в нем. Недолго думаем, просто дали название по бокам греческого алфавита, и есть в нем дельта-фаза. Она там, видите, в диапазоне примерно 400 градусов Цельсия начинается. Вот в этой дельта-фазе плутоний очень пушистый, видите, это самый верх графика. Его плотность падает там меньше 15, меньше 15 килограмм на сантиметр кубич, килограмм на литр, естественно. Вот. А далее, остывая, остывая, несколько раз ступенчато, прыжками меняя свою кристаллическую природу, превращается в альфа-фазу, которая в обычной комнатной температуре гораздо плотнее, там 19,8 килограмм на литр. То есть, разница плотности огромная, огромная, почти 25%. То есть, оказалось, весной 45-го года, когда уже взорвали 20 тысяч линз, пусть даже 2000 линз, что этот фантастический материал обладает свойством самоуплотняться, скачком менять свою плотность при переходах, аллотропных переходах. Осталось только как-то взять и зафиксировать пухлую, пушистую, рыхлую с низкой плотностью дельта-фазу при комнатной температуре, чтобы она осталась. И вот Сирил Смит взял, подумал и сказал 3% галлия. Меня это потрясает. Я не понимаю. Я не понимаю, кто ему это сказал. Ну почему галлия? Ну почему галлия? Ну почему 3%? Много есть элементов таблицы медилия. Почему галлия? Опыт, ну опыт, никого не было опыта работы с плутонием. Опыт работы с галлией, но никто не делал медный сплав с галлием. Откуда ему? Кто ему сказал? Ну Сирил Смит сказал, надо добавить 3% галлия, и оно зафиксировалось. То есть в расплавленный плутоний добавляем 3% галлия, и по мере, и когда оно начнет остывать, дельтафаза останется, зафиксируется, и в этой дельтафазе пухлой, с низкой плотностью он остынет. И перед нами, там на столе, будет лежать шарик, или не шарик, кусок плутония в легкой, с низкой плотностью дельтафазе. Но в качестве дополнительного бонуса еще выяснилось, что дельтафаза плутония прекрасно обрабатывается давлением, можно ковать, прессовать, стучать, что хочешь, наделать, примерно как алюминий. Прекрасный конструкционный материал, к тому же. Ну вот перед нами легкий, пушистый, пухлый, с низкой плотностью плутонии. А дальше что? А дальше по нему надо ударить. Ну я же сказал, надо просто ударить ногой в дверь. Надо ударить не очень сильно, не сильно. Еще раз повторяю, самый обычный тротил во фронте ударной волны, детонационной волны дает 189 атмосфер. Это очень не сильно ударит. Легеньким взрывчиком ударить по куску плутония в дельтафазе и он перескочит в альфафазу, то есть самоуплотнится почти на 25%. Вот вам и переход за критическое состояние. Просто не очень сильным легеньким взрывом. Ну когда Сирил Смит доложил это руководство, что сказал руководство? Ну понятно, что сказал руководство весной 45-го года. Руководство сказало не шагу назад. Делаем то, что делаем. Делаем то, что делаем. Мы не можем сейчас опять все начинать по новой. Да, нужно гораздо более, да, давление в тысячу раз меньше. Не миллион атмосфер, а тысячу атмосфер. Да, все может быть меньше, легче, проще, но мы не делаем ни шагу назад. У нас весна на календаре, нам надо делать изделие. В результате сделали то, что сделали. Вот вы видите перед собой это страшное, это страшное сооружение с его реальными размерами, с его реальным весом. то есть для того, чтобы сжать 9 килограмм плутония, маленький шарик, извиняюсь, 6 килограмм, 6 килограмм, 150 грамм плутония, шарик размером 9,2 сантиметра, мы расходуем 2,5 тонны взрывчатки, мы получаем гигантский шар внешним диаметром 138 сантиметров, и вот все это чудовище, для того, чтобы создать давление порядка миллиона атмосфер, обжимающая плутонийный шарик, которому на самом деле вполне бы хватило удара в одну тысячу атмосфер. Однако сделали то, что сделали, то, что удивительное свойство дельта-фазы плутония самоплотняться, это, так сказать, пошло дополнительным бонусом. В результате в июне месяце видите вы перед собой вот это вот изделие, уже готовое к испытаниям, вот это огромное количество проводов, то есть там было 32 детонатора, 32 фокусирующие линзы, в каждом детонаторе по два электрозапала, 64 провода, конденсатор размером с ведро, разрядник весом 180 килограмм, вот все это огромное сооружение, подняли на мачту, 30-ти метровую стальную мачту, в пустыне недалеко от Лос-Аламоса, и 16 июля утречком 16 июля 45-го года подали напряжение и разрядник так и разрядился и детонаторы так и взорвались. Прежде чем это дело делать, на бумажечке все написали свой прогноз. Оппенгеймер написал, что получится энерговыделение 300 тонн, не 300, килотонн, а всего лишь 300 тонн, 0,3 килотонны. Я так понимаю, он просто троллил, но они там все были ребята с непростым характером. Он, наверное, троллил, а Теллор, Теллор, которому предстоит стать отцом водородной бомбы, написал 45 килотонн, мнения остальных были в этом диапазоне. Ну, Лесли Гровская, генерал, который за все дело отвечает и шутить не имеет права, написал, что мы ожидаем энерговыделения от 1 до 3 килотонн. Значит, это дело бабахнуло, как пишут очевидцы, когда вспышка света через перископ просветила бункер, наступила гробовая тишина, потом Опенгеймер сказал, получилось, и несколько человек истерически засмеялись. После чего все выбежали, прыгнули в джип и помчались на место, мачты не было вообще. Вот она, эта фотография, обошедшая все книжки, учебники, Лесли Гроф с генералом и Опенгеймером, я надеюсь, вы понимаете, кто там генерал, а кто физик, стоят на месте, стоят в эпицентре взрыва, там, где от мачты не осталось ничего, а земля превратилась в что-то вроде вулканического стекла. 16 июля это дело сработало, превзошло все ожидания, они оценили тогда энерговыделение 18 килотонн, по современным оценкам было даже больше, порядка 20-21 килотонны, все сработало идеально, по результатам испытаний практически ничего не пришлось менять, кроме того, что вот на этом испытательном гаджете были антикоррозионные покрытия плутониевого ядра, сделанные из чистого серебра, понтов много, толку мало, оно пузырями пошло при сборке, поэтому в боевом изделии покрыли никелем, и соответственно 9 августа 1945 года эта бомба, получившая название Толстяк, была сброшена на Нагасаки, где она сработала, 10 числа на следующий день японцы заявили о том, что они готовы обсуждать условия капитуляции, союзники ответили, что условия капитуляции не обсуждаются, 14 августа император заявил о том, что Япония капитулирует. Вот такая вот история, ну, правильнее сказать, такие эпизоды, ну, понятно, что даже беглый рассказ обо всей истории создания плазивного оружия занял бы гораздо больше времени, все, что я мог вам рассказать за это время, это отдельные куски, отдельные эпизоды, но даже это, я думаю, вполне, вполне рисует картину задачи фантастической сложности, фантастической сложности, которая была решена в фантастический короткий срок огромным коллективом созвездия ученых, инженеров, физиков, экспериментаторов неописуемой квалификации. Это эпоха титанов, сейчас таких не делают. Вот, собственно, все, что можно было сказать по поводу плутоневой имплазивной бомбы, ну, в заключение хочу вам рассказать абсолютно реальную историю, абсолютно реальную историю. Случилась она 29 августа 1871 года, если я не путаю, 150 лет назад к нам в мою родную Самару приехал государь-император Александр Второй Освободитель. И не просто приехал, приехал с детьми, с наследником престола, Сашей, сыном, будущим Александром Третьим. Приехал он для того, чтобы у нас в Самаре заложить первый кирпич, фундамент строительства огромного храма. И так, и да, был построен в Самаре огромный кафедральный собор, который считается Третьим после Исаакия по размерам православным храмом цитровой Российской империи. Государь-император приехал, к его приезду был подготовлен серебряный мастерок, серебряный молоток, и государь-император лично с детьми, с наследником престола заложил кирпич, собрался весь город, ну, весь город был тогда 54 тысячи человек, народ стоял на коленях, плакал от восторга, разрываемой любовью к императору женщины, православные женщины скромные срывали с себя платок, что считается не совсем правильно, бросали под ноги императору, чтобы потом как драгоценную реликвию принести домой детям, внукам, показать, вот на этот платок наступала нога императора, а купечество, самарское купечество, богатые самарские купцы, отцу, батюшке царю поднесли огромную стерлить, волжскую стерлить, живую, конечно же, каковая стерлить, плавала белохвостом в огромном чане литом из серебра, да еще и с позолотой, вот так они это дело, обливаясь слезами от умиления, поднесли батюшке царю, батюшка царь был доволен и раздал тысячи рублей медными пятаками бедным. Вот такая была история 29 августа 1871 года на Самаре. Прошло сколько лет, посчитайте сами, 29 августа, день в день, 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне взорвалась первая советская, на той же самой вышке, не той же, но похоже вышке, взорвалась так называемая первая советская атомная бомба. Это тот самый американский гаджет, который полезные американские идиоты преподнесли даже не на блюдечке с голубой каемочкой, на блюдечке такой объем, такой гигантский объем технических знаний, полученный таким гигантским трудом такого коллектива выдающихся умов, на блюдечке не помещался. Я думаю, это была огромная, понимаете, позолоченная такая вот лохань, в которой батюшке Сталину поднесли все эти знания, всю эту колоссальную информацию, весь этот результат гигантского труда поднесли, и товарищ Сталин 29 августа 1949 года, как говорят во всех книжках, сломал монополию Соединенных Штатов на атомное оружие. Как это было, что это было, что там сломалось, чего там не сломалось, мы обсудим в следующей передаче, в следующем занятии нашего техникума. А сегодня большое вам спасибо за внимание, всего доброго, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok